Привет! В этом видео снова смотрим на наушники от компании Ugreen. Я уже не первый раз тестирую продукцию этого бренда. Как вы помните, ранее ко мне на обзор приезжали две недорогие внутриканальные модели, которыми я в общем-то остался доволен. За свои деньги они звучали более чем адекватно. Ну и в целом было видно, что ребята из Ugreen пришли надолго, они работают над развитием своего бренда и собственно поэтому компания достаточно быстро прогрессирует, расширяя свой ассортимент. Сегодня мы поговорим о более интересном устройстве. Это Ugreen Hi-Tune Max 3 Hybrid. Полноразмерные закрытые наушники с активной системой шумоподавления, режимом звуковой проницаемости и очень достойным временем автономной работы. Набор функций у них заявлен внушительный, так что предлагаю посмотреть, как все они здесь реализованы. Итак, начнем обзор с комплекта поставки. В него входит прочный кейс на молнии, Type-C кабель для подзарядки, двухсторонний миниджек и переходник с двумя штекерами для самолета. Наушники можно подсоединить по проводу, но играть они будут только после того, как вы их включите. Если аккумулятор не заряжен, к сожалению, музыку послушать не получится. Внешне все сделано очень качественно, основной материал корпуса черный матовый пластик с покрытием, похожим на софт-тач. Из плюсов могу отметить, что такой пластик очень сложно поцарапать, в отличие от обычной глянцевой пластмассы. А вот отпечатки пальцев на себе он собирает охотно. Оголовье крепкое, металлическое, положение амбушюр можно подогнать под себя одним движением. Сидят наушники хорошо, чрезмерного давления на уши и затылок нет. Длительное время работать в них комфортно. Разве что уши немного потеют, но это скорее общий минус закрытой конструкции и отделки из эко-кожи. Она здесь, напомню, используется и в оголовье, и в амбушюрах. Конструкция не складная, но чаши поворачиваются на 90 градусов. Управляется гаджет исключительно кнопками. Можно долго спорить, удобно это или нет, но для меня данный способ управления кажется самым практичным. В отличие от сенсорных панелей, у кнопок есть тактильная обратная связь, поэтому всегда понятно, нажал-то на нее или нет. Клавиш управления всего пять. Включение, увеличение и уменьшение громкости, шумоподавление и отдельная клавиша, отвечающая за 3D эффект. Мобильного приложения нет, поэтому доступ ко всем функциям вы можете получать именно через клавиши. Звучание у этой модели с явным акцентом на бас. Он здесь мощный и достаточно глубокий. Электронную музыку слушать приятно. Впрочем, и более тяжелый жанр эти наушники отыгрывают на твердую пятерку. Середина ровная, от недостатка деталей она не страдает. Высокие также детализированы достаточно неплохо, но какой-то чрезмерной резкости в них нет, мозг они не пилят. В целом звук качественный, сцена присутствует, в композициях инструменты остаются различимыми и не превращаются в кашу. Если вы любите басовые модели и не болеете аудиофилии, эти наушники наверняка вам пригодятся. Шумоподавление в Hi-Tune Max 3 это не просто маркетинговая история, здесь данная функция действительно работает очень неплохо. Например, в автобусе большая часть фонового шума отсекается крайне эффективно. Можно слушать музыку, не выкручивая громкость на максимум. В метро дела обстоят чуть хуже, эффективность шумоподавления ощутимо ниже, но все равно значительная часть посторонних звуков блокируется и использовать наушники становится гораздо комфортнее. Еще из интересных особенностей я бы хотел отметить мой любимый режим акустической проницаемости. С его помощью вы можете общаться с собеседником, не снимая наушников. Ну а если вы все-таки их снимете, воспроизведение музыки остановится автоматически. Следующая функция, о которой хотелось бы упомянуть отдельно, 3D-звучание. В теории это должно работать примерно так. Встроенный гироскоп отслеживает движение головы пользователя и на основании этих данных наушники выстраивают подвижную трехмерную звуковую сцену. То есть вы, например, можете повернуть голову и вам должно показаться, что восприятие музыки немного изменилось из-за того, что ваше положение относительно источника звука тоже изменилось. В реальности это работает примерно так, но звук ощутимо искажается и становится менее естественным, поэтому эту функцию я старался не включать. Одновременно эту модель можно подключить только к одному источнику. К сожалению, технологию мультипойнт сюда не завезли. Bluetooth-модуль установлен пятой версии. Из кодеков поддерживаются только ALC и SBC. Коннект по беспроводу отличный, наушники нормально работают на расстоянии до 10 метров. Я совершенно спокойно перемещался в них по квартире и проблем со связью или каких-то прерываний у меня никогда не возникало. Что касается задержек, видео на YouTube смотреть комфортно, звуковая дорожка не отстает, а вот в играх вы можете почувствовать небольшую рассинхронизацию между картинкой и звуком. В качестве гарнитуры Hi-Tune Max 3 тоже можно использовать. Микрофоны неплохие, однако лучше делать это в тихом помещении, уличный шум будет негативно сказываться на работе микрофонов и ваш собеседник скорее всего это почувствует. Как я уже говорил в начале видео, эту модель можно подсоединить к смартфону и по проводу. Но в этом нет особого смысла, поскольку в пассивном режиме наушники работать не могут. Их обязательно нужно включать. При этом разницы в качестве звучания между беспроводным и проводным соединением я также не почувствовал. Так что проводом эти наушники есть смысл подключать, наверное, только к стационарному источнику, у которого нет блютуз. А вот автономность не подвела. Без активного шумоподавления Hi-Tune Max 3 могут проработать аж 60 часов на одном заряде аккумулятора. Цифра, прямо скажем, впечатляющая, это один из лучших показателей в своем классе. Если включить шумодав, вы также можете рассчитывать на вполне неплохие 40 часов. В целом, за месяц тестирования эти наушники я заряжал всего два раза, так что с автономностью у них действительно все очень и очень неплохо. Итак, стоит эта модель около 110 долларов. И, на мой взгляд, за эти деньги адекватных конкурентов у нее сейчас практически нет. Плюсом наушников я бы отнес качественный звук, отличный аккумулятор и приятные бонусы в лице активного шумоподавления и полезного режима звуковой проницаемости. В идеале, конечно, хотелось бы получить более богатый набор поддерживаемых кодеков и, например, возможность работы в пассивном режиме. Но, по большому счету, это не критичные замечания и они не отменяют того факта, что за свою стоимость сейчас это одна из самых интересных моделей на рынке. Ссылку на нее я, как всегда, оставлю в описании. Если вдруг заинтересует, можете по ней перейти и ознакомиться с этой моделью подробнее. Ну, а мы на этом заканчиваем. Вы смотрели Geekonsight.ru, увидимся в следующих видео и всем пока!